физкульт привет друзья и ученики сегодня начнем с вами новую рубрику факт фитнес почему именно такое название у нее а все просто потому что фитнес индустрия которая является по своей основной сути бизнес индустрии я вам постоянно уже об этом говорю вносит в умы людей много сумятицы и откровенной ереси которая мешает а зачастую и вредит нашему движению и конкретно тем кто только хочет вступить на путь самосовершенствования как физического так и умственного а хочется верить что и духовного я уже не раз говорил и писал своих статьях о всей той ерунде которые унесут индустрия именно поэтому цикл статей факт фитнес просто необходим чтобы люди знали правду о том как надо тренироваться без применения андрогенных анаболических стероидов или какой-то другой фармакологии и всем что с этим связано и что этому сопутствует конкретно сегодня мы разберем с вами тему с чего начать занятия тренажеры или свободные веса это очень важная тема и необходимо расставить все точки на той чтобы четко понимать и осознавать для чего мы с вами делаем то или иное действие необходимость данной информации я осознал довольно давно но сейчас набирает обороты идея которая может полностью разрушить все ваши ожидания от тренировок ибо она уводит вас в дебри безграмотности и чаще чуши о чем речь есть умники а хочется сказать дебилы которые утверждают что для начала нужно укрепить связки и сухожилия и это утверждение само по себе верно но то что они говорят дальше и чему учат кроме как безграмотной ересью я назвать не могу а говорят они следующее что эти самые цели достигаются работы в тренажерах о боже ребята любой человек отучившийся в университете на факультете физической культуры и спорта а я именно из них упадет со стула от такого высказывания ибо только силовая работа укрепляет связки и сухожилия работа в тренажере только будет держать мышцы в тонусе никак не затрагивая то что нужно а именно связки и сухожилия откуда растут ноги у этой гидры безумия и глупости да вы правы все от той же хрени под названием фитнес индустрия ведь ей выгодно производить как можно больше тренажеров и естественно продавать их постоянно модифицируя и якобы улучшая их но по сути кроме дизайна мало что меняется ведь биомеханика и кинезиология движению нас с вами как у представителей человеческого рода не меняется и не может поменяться по сути меняется только дизайн тренажеров повторю это первое второе это то что стомповать сертификаты инструкторов и персональных инструкторов тоже как оказалось очень выгодное дело и приносит серьезные барыши научить человека серьезной работе со штангой изучать основы анатомии физиологии биохимии биомеханики мало кому хочется да и специалистов не так много но самое главное это долгий процесс а тренеров надо готовить быстро как на конвейере вот тренажерные инструктора и являются выкидышами подобных курсов не все конечно но процентов 99 курсов именно так и построены и за месяц максимум за два вы получаете диплом представьте чему вас могут научить такие инструктора следующий пункт это уже сами фитнес-центры которые заинтересованы опять-таки вас как постоянном клиенте им выгодно посадить вас на иглу тренажеров в котором вы практически со стопроцентной гарантии ничего не добьетесь но главное и ничего не сломаете себе и риск травмы минимален а в америке а возможно сейчас и в других странах иски довольно таки серьезные поэтому и и страховки совершенно другие и платят фитнес клубы большие деньги ведь они знают какие специалисты работают у них я живу в америке вы знаете и специально изучал данную тему так вот чтобы стать инструктором в мощной сети голджим достаточно пройти онлайн двухмесячные курсы которые они сами кстати и проводят есть конечно курсы и посерьезней там они длятся полгода но вы опять-таки самостоятельно все изучаете это неплохо если вы хотите и жаждете знаний в конце сдаете экзамен ребята полгода я учился практически шесть лет что мы знаем точно на тысячу процентов так это то что тренировать связки и сухожилия просто необходимо для того чтобы полноценно прогрессировать в железном движении и в бодибилдинге в частности крепкие сухожилия и связки залог долгих тренировок без травм можно иметь большие мышцы используя стероиды и без крепких связок но это обязательно приведет к травме частичному или полному отрыву мышцы вам это нужно сомневаюсь именно поэтому я и делюсь с вами этой важной информацией но если вы сначала укрепите свои связки и сухожилия вы перейдя на чисто культуристические программы тренировок добьетесь гораздо большего чем те кто сразу приступил к тренировкам мышц игнорируя связочный аппарат бодибилдерские методы воздействия на мышцы крайне негативно сказываются на связках так как связки состоят из более плотного нежели мышцы материала и обменные процессы в них протекают гораздо медленнее чем в мышцах по этой причине восстанавливаются они также медленнее мышц так что культуристам как воздух необходимо начинать свой путь силового тренинга силовой тренинг как ничто другое подготовит плацдарм из мощных связок и сухожилий для дальнейшего роста огромной мышечной массы без травм что же такое сухожилие и связка говоря простым языком сухожилия это органические тросы соединяющие между собой мышцу и кость они невероятно прочные но не такие эластичные как мышцы и растягиваются гораздо хуже связки это соединение удерживающие соединяющие между собой кости а также сохраняющие внутренние органы в определенном положении связка имеет несколько функций тормозящие и направляющие движения костей удерживающие сочленение костей и как уже говорилось выше стабилизацию внутренних органов и сухожилия и связки состоят из соединительной ткани между мышцами и сухожилиями нет четкой границы определяющей ткань мышц от сухожилий но есть переходная область сухожильно мышечная зона в которой мышечные волокна и сухожилия сливаются в единое целое только в самом конце этой зоны связки окончательно превращаются в белые шнуры подключающие мышцы кости и именно эта точка перехода является самым слабым звеном во всей этой цепи в которой чаще всего и происходят разрывы говоря о сухожилиях и связках редко говорят о фасциях а зря ведь это соединительная оболочка покрывающая сосуды органы нервы и служащая как бы футляром для мышц выполняя опорную и трофическую функцию вы наверняка слышали о методах воздействия на мышцы которые увеличивают фасции но практически нигде никто не упоминает о таком факте что чем более мощное крупное сухожилие тем более крупная мышечная фасция и сама сухожильная мышечная зона без хорошо развитой этой части вы никогда не построите по-настоящему мощное мышечное тело фасции как правило передают механическое напряжение порождаемая мышечной деятельностью или воздействие внешних сил по всему телу функциями мышечных фасций являются обеспечение скольжение мышц заданное положение внутренних органов передача движения от мышц костям и обеспечение благоприятной и подвижной упаковки для нервов и кровеносных сосудов когда они проходят через или между мышцами сегодня все молятся на современных атлетов забывая что их тренировки целиком и полностью зависят от фармакологической подпитки гормонов роста щитовидной железы и даже инсулина это только то что на слуху данные методы тренировок совершенно не подходят для тех кто тренируется натурально но даже если бы и большинство из нынешних про атлетов практиковали силовой тренинг то добились бы большего вспомним самые яркие примеры ронни коулман или тот же дориан ядс не поленитесь и погуглите старые книги и учебники по силовой подготовке найдите человека которого сейчас никто не помнит и не знает джоу а именно он помог джо вейдеру выпустить свой первый журнал знаменитого гаккеншмита и других кого сможете найти того же самсона и почитайте их труды вам откроются глаза на мир железного движения ведь именно эти ребята стояли у его истоков все они как один говорят о необходимости силового тренинга для укрепления сухожильно связочного аппарата вы сможете развить свое тело в плане силы и массы только на 50 процентов если проигнорируете в начале пути силовую работу это факт и закон жизни несмотря на то что мышцы можно до определенной степени развить и без того чтобы делать их сильнее это с гарантией навредит вашим связкам и сухожилиям а ведь именно они сухожилия являются передаточным звеном действия мышц а укреплять их и развивать можно только с помощью силового тренинга со свободными весами работая от 3 до 5 повторений вы укрепите связки и сухожилия как никто другой и зададите импульс к росту фасты жизненно важно чтобы ваша тренировочная система не только увеличивала бы мышцы и силу но и приводила бы к утолщению костей и связок и увеличивала бы площадь прикрепления сухожилий костям теперь давайте вспомним про центральную нервную систему ведь именно она задает тон иннервируя мышцы и определяя какую степень активации включить чтобы осилить ту или иную работу задайте себе вопрос что сильнее задействует cns к чему она отнесется более серьезно и задействует наибольшее количество нервных окончаний работе в удобном тренажере где даже мышцы стабилизаторы отключены или к штанге на ваших плечах когда вы приседаете ответ более чем очевиден а чем сильнее и серьезнее настроена cns тем больше мышечных волокон будет включено в работу но эта тема уже второй части где мы с вами рассмотрим что важнее рабочие веса или чувство работающей мышцы надеюсь точнее уверен что теперь у вас не осталось и тени сомнений что начинать ваш путь в железном движении необходимо как воздух со свободных весов а тренажеры оставьте физкультурником и травмированным ребятам после всего того что вы сегодня узнали подойдите к любому тренеру и задайте ему вопрос с чего начать тренироваться с тренажеров или со свободных весов и как укреплять связки и сухожилия в зависимости от полученного вами ответа вы уже сами сделаете вывод о том кто стоит перед вами в заключение хочу сказать еще одну важную информацию которую нигде не афишируют чисто культуристический тренинг негативно сказывается на сухожилиях и связках да да только силовой тренинг в силовом режиме укрепляет сухожилия и связки запомните этот факт он вам очень пригодится если вы только начинаете тренироваться или уже какое-то время посещаете тренажерный зал из современных подтверждений слов которые вы сегодня услышали многие из вас видели шредера это набирающий обороты блогер утверждающий что он тренируется натурально так вот посмотрите в какой он форме и задумайтесь почему начинал он с пауэрлифтинга и насколько я знаю он и сейчас практикует чисто силовой тренинг в своих программах задумайтесь об этом тоже в ближайших выпусках не пропустите я наглядно расскажу и покажу вам как правильно грамотно и безопасно тренировать сухожилия и связки следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока а